Традиционно торжественная церемония награждения одаренных детей приурочена ко Дню науки. Ежегодно благодарственные письма от администрации города и ценные призы получают школьники и студенты, которые добились высоких результатов в учебе, творчестве и спорте. Поддержать детей пришли родители и наставники. По словам директора станции юных натуралистов Татьяны Китиной, признание таланта ее подопечных – особая радость для педагога. Мы считаем, что у каждого ребенка есть талант. Его надо обязательно найти, помочь ему реализовать себя в каком-то деле. В номинации образования из шести лауреатов трое – воспитанники станции юных натуралистов. Среди них – Иван Артамонов. А таких, как он говорит, это будущий ученый и исследователь. Звание Артамонова одним словом не характеризует. Я должна сказать, что это ученик, который безумно любит то дело, которым занимается. Он посвящает всего себя изучению природой. И поэтому с ним заниматься – одно удовольствие. Научными исследованиями Иван Артамонов начал заниматься с первого класса. Сначала увлекся физикой, затем интерес переключился на биологию. Юноша считает, что путь к серьезным научным исследованиям не может быть легким. Бессонные ночи, долгая работа над своим проектом, над самим собой. То есть подготовка к всевозможным олимпиадам – это вещи, которые требуют очень много сил. Каждый из тех, кто поднимался на сцену за наградой, прошел долгий путь к признанию своего таланта и достижений. В основу каждого научного исследования, спортивного рекорда или яркого творческого выступления положены многочасовые тренировки, репетиции и разработка собственных научных методик. С приветственными словами гостям праздничного вечера обратились первые лица города и ядерного центра. Я хочу вам пожелать и дальше таким образом трудиться в добрый путь, мои дорогие, так сказать, и в День науки. Хочу пожелать вам всяких творческих успехов на всех фронтах жизни – и в науке, и в жизни, и в культуре, и в спорте. Ярким дополнением церемонии награждения стало выступление творческих коллективов города. Тематические танцы, эстрадные и русские народные песни сделали вечер по-настоящему праздничным. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24.